Любовь Николаевна Киселёва, ученица Юрия Михайловича Лотмана, специалист по истории и семиотике русской литературы и культуры 18-го, начало 19-го века. Много лет уже читает в Тарту курсы христианства в русской литературе. Уже теперь не читает. Здесь она представит доклад «Тема жертвы любви» у Льва Николаевича Толстого. Прошу вас. Спасибо. Простите. Следующий. 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 Мои дорогие, во-первых, я хочу сказать слова глубокой благодарности школе Иоанна Богослова за то, что она есть. Во-вторых, за эту конференцию, за те два дня духовного возрастания, которые мы здесь все вместе пережили и переживаем. Это были два дня счастья, когда почти после каждой выраженной мысли хотелось сказать «Да, я тоже так думаю», но не сумела бы это так замечательно и глубоко выразить. Переходя к докладу, не надеюсь вас осчастливить своими рассуждениями, но за меня будет говорить тот, кто лучше меня с этим справится. Лев Толстой. Когда мы связываем такие два понятия, как любовь и воспитание, любовь и педагогика, то мы не можем пройти мимо художественной литературы, которая имеет такое огромное влияние на формирование человеческой души. Однако имя Толстого, возможно, не первое, которое приходит нам на память, когда мы говорим о любви христианской. Скорее нам, педагогам, вспоминаются суровые слова отца Георгия Флоровского, о религиозной бездарности Толстого, о том, что свое христианство, взятое отцом Георгием в кавычки, он черпает не из Евангелия. Если иметь в виду толстовскую публицистику, его учения, то возразить тут нечего, так и есть. Но, к счастью, Толстой к этому не сводится. Толстой художник обладал, хочется сказать, огромной христианской интуицией, которая проявляется в его текстах особенно ярко, когда он забывает о проповеди и говорит о человеке. И тогда Евангелие, оказывается, ему очень нужно. Одна из евангельских истин, которая его волновала, это идея истинной любви, как любви жертвы и самопожертвования, выраженная в словах Спасителя в Евангелии от Иоанна. Так, теперь это как-то всё-таки хитро делается, я не справилась. Думала, надеялась. Нет, ну ничего не выходит. А, выходит. Отлично. Извините. Да. В словах Евангелия от Иоанна я процитирую их по-русски, а здесь мы видим и по-славянски. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Примеры такой любви мы встречаем почти во всех сочинениях Толстого. Он стремится приложить книгу жизни к самым, казалось бы, обыденным житейским ситуациям, усмотреть её отзвук в каждодневной жизни обычного человека, делая такого героя всеобщим современником на все времена. Обратимся к его дебютному произведению, повести детства, написанной им в 24 года, и вспомним главу Натальи Савишна, где рассказывается об экономке в доме Иртеневых. Здесь евангельская мысль о любви-жертве как высшем проявлении любви выражена прямо, без обняков. Толстой ведёт повествование одновременно с двух точек зрения – ребёнка и взрослого. Маленький Николин Каиртенев ещё не может до конца понять и осмыслить исключительных человеческих и духовных качеств Натальи Савишны. Но полученный в детстве духовный опыт прорастает потом у взрослого, который и оценивает высоту личности скромной крепостной экономки. С тех пор, как я себя помню, пишет Толстой устами Николеньки, «Помню я и Наталью Савишну, её любовь и ласки, но теперь только умею ценить их. Тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе. Вся жизнь её была любовь и самопожертвование. Я так привык к её бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе. Нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов. А что, счастлива ли она, довольна ли?» Заметим попутно, что для нас, педагогов, в этой цитате косвенно описан и механизм воздействия художественного произведения на читателя. Мы, читая текст, не всегда и не всё в нём понимаем и воспринимаем. Часто забываем на годы, но прочитанное осуществляет в нас невидимую духовную работу. Именно поэтому так важно с ранних лет читать или слушать в чтении настоящую художественную литературу. И так радостно сегодня было слушать об этом опыте в школе Иоанна Богослова. Вернёмся к Наталье Савершенко. Конечно, функции этой главы в повести многообразны и поучительны все её аспекты. Для Толстого, писавшего ещё при крепостном праве, важно было подчеркнуть трагедию подневольного человеческого существования, когда человек расценивается не как личность со своими чувствами и запросами, а всего лишь как удобный инструмент. Как мы помним, когда юная Наталья, служанка в барском доме, решилась просить разрешения выйти замуж, то помещик, дедушка-расказчика, расценил это желание как проявление неблагодарности и сослал её из господского дома на скотный двор в степную деревню. Вскоре её вернули, но не потому, что хозяева раскаялись в своём поступке, а потому, что, цитирую, никто не мог заменить Наталью в должности горничной и няни. И тут Толстой ставит читателя перед следующей проблемой – проблемой отношения к несправедливости. Такая ситуация могла бы духовно сломать молодую девушку, вызвать бессильный бунт и отравить всю её дальнейшую жизнь. Но Наталья, обратим внимание, берёт вину на себя. Она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на неё нашла. Извините, не туда. Ой, нет, что-то не то. Я всё не то делаю. В общем, лучше не трогать. Знаете, это техника. В общем, давайте забудем про слайды, ничего там особенного нет. Я вам всё это буду читать, а они пусть живут своей жизнью, как им уже угодно. Значит, она явилась к дедушке, упала в ноги и просила простить ту дурь, которую она нашла, и которая, она клялась, уже больше не возвратиться. И действительно, она сдержала своё слово. Вдумавшись в глубоко в эти слова, мы понимаем, что в них содержится одно из проявлений святости. Хотя Толстой в таких категориях Наталью Савишну не осмысляет. Дальнейшая её жизнь – это любовь к тем, кого ей дал Бог взамену собственной семьи. Цитата. Весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою. Ярче всего эта любовь и её подлинная природа проявилась во время похорон той самой барышни, матери Николеньки. Цитата. В дальнем углу зала, почти спрятавшись за отворённой дверью буфета, стояла на коленях сгорбленная седая старушка. Соединив руки и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. Душа её стремилась к Богу, она просила его соединить её с тою, кого она любила больше всего на свете, и твёрдо надеялась, что это будет скоро. Вот кто истинно любил её, подумал я, и мне стало стыдно за самого себя. По контрасту мальчик описывает поведение любимого им отца, которое вызывает в нём ещё не до конца осознанное недовольство. Опять цитата. Отец стоял у изголовья гроба, был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слёзы. Его высокая фигура в чёрном фраке, бледное выразительное лицо, и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукой землю, брал свечу из рук священника или подходил ко гробу, были чрезвычайно эффектны. Но не знаю почему, мне не нравилось в нём именно то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Однако рассказчик осуждает и собственное поведение. Прежде и после погребения «Я не переставал плакать и был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-то самолюбивое чувство, то желание показать, что я огорчён больше всех, то забота о действии, которые произвожу на других. Во время службы я прилично плакал, крестился, кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен. Заботился о том, что новый полуфрачок, который на меня надели, очень жал мне подмышками, думал о том, чтобы не запачкал слишком панталон на коленях и украдкую делал наблюдение над всеми присутствовавшими». Чуть ниже повествователь прямо говорит о тщеславии, как о чувстве, несообразном с истинной горестью. Оно ярко проявилось в поведении дворян и совершенно отсутствовало в поведении Натальи Савишиной, которая, как Толстой пишет, не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами. Она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль в голову. Именно потому, что горе так сильно подействовало на неё. Несмотря на то, что у неё делалось в душе, у неё доставало довольно присутствие духа, чтобы заниматься своим делом. И Николенька понимает высоту такого поведения только потом, будучи взрослым. Но сила детского впечатления помогает ему вернуться к этому впоследствии. Глубоко поучительны были для мальчика и размышления Натальи Савишиной о смерти, о мытарствах, о путях праведной души в Царство Небесное. Она, цитирую, говорила с такой простотой и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала, и насчёт которых никому и в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал её, притаив дыхание, и, хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно. Уже в этой дебютной вещи Толстой выразил одну из самых любимых своих мыслей, что подлинное достоинство и качество человека проявляется в смерти. Хотелось бы процитировать всю 28 главу повести целиком, но так важно там каждое слово, но ограничимся лишь финальным выводом. Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла её как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает. Наталья Савишина могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимую верою, исполнив завет Евангелия. Вся жизнь её была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение. К теме жертвенной любви Толстой возвращается в последней из завершённых частей трилогии «Детство, отрочество, юность». «Юность» была написана уже не от лица ребёнка, а взрослого рассказчика, и временная дистанция между событиями и их осмыслением здесь сокращена, поэтому в этой части гораздо больше непосредственной рефлексии. Тут имеется глава под названием «Любовь». Это 24 глава, где приводится целая классификация чувства любви. Причём речь идёт не о чувственной любви мужчины и женщины, а, как пишет Толстой, говорится про любовь к человеку, не знаю, да, про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредоточивается на одном, на некоторых, или изливается на многих. Про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику. Вот эта классификация. И тут выделяется. Любовь красивая, когда любимый предмет любезен только настолько, насколько он возбуждает то приятное чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются. Любовь самоотверженная, вот обратим внимание, тут немножко другое слово употребление, заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, не обращая никакого внимания на то, хуже или лучше от этих жертв любимому предмету. Любовь деятельная заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. Люди, которые любят так, любят всегда на всю жизнь, потому что чем больше они любят, тем больше узнают любимый предмет, и тем легче им любить, то есть удовлетворять его желания. Как мы видим, слово самоотверженное понимается здесь иронически. Оно не имеет никакого отношения к тому, что прежде говорилось о Наталье Савишне. Согласно этой классификации, ее любовь относится к разряду деятельной, но сути это не меняет. В двух первых пунктах речь идет об эгоцентрической, эгоистической любви, о люблении себя в другом, то есть никакого отношения к чувству любви в собственном смысле эти чувства не имеют. Самоотверженной любви в кавычках в юности посвящена специальная глава, мачеха, глава 42. Николенко размышляет здесь о том, почему вторая жена его отца, красавица Авдотья Васильевна, не могла завоевать любви в доме и в конечном итоге вызвала в муже чувство тихой ненависти, того сдержанного отвращения к предмету привязанности, которое выражается бессознательным стремлением делать все возможные мелкие моральные неприятности этому предмету. И рассказчик размышляет над этим парадоксом. Она любила своего мужа более всего на свете, и муж любил ее, особенно первое время, когда он видел, что она не ему одному нравилась. Единственная цель ее жизни была приобретение любви своего мужа. Но она делала, казалось, нарочно все, что только могло быть ему неприятно, и все с целью доказать ему всю силу своей любви и готовности к самопожертвованию. Однако вся цепь ее жертв – это ложные жертвы, как и вся любовь, страстная, эгоистичная. Сказано так у Толстого. Кроме ее самой и ее мужа, ничто ее не занимало. В ее чувстве нет бескорыстной преданности и доверия. И отсюда затаенная ревность, которая разъединяет, разъедает ее и делает ее несчастной. Никто в мире не мог бы ее убедить, что папа возвращается поздно из клуба, а не от любовницы. Она старалась прочесть на лице папа его любовные тайны и, не прочтя ничего, с некоторым наслаждением горя вздыхала и предавалась созерцанию своего несчастья. Кроме того, она всячески стремилась демонстрировать свои чувства. И тут мы видим такое резкое отличие от поведения Натальи Савишной. Она не стыдилась беспрестанно говорить всякому о своей любви к папа. Хотя она нисколько не лгала, говоря про это, что вся ее жизнь заключается в любви к мужу. И хотя она доказывала это всей своей жизнью, но, по нашему пониманию, такое беззастенчивое, беспрерывное отвержение про свою любовь было отвратительно. И мы стыдились за нее, когда она говорила об этом при посторонних. Лучшим примером подлинной, жертвенной или деятельной в терминологии юности любви той самой, о которой говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, которая нам столько раз была представлена чудесно учениками. Она долго терпит, милосердствует, не превозносится. Это такой любовью была для Толстого любовь простых людей и тех, кто к ним был близок по своему душевному устроению. Таких, например, как княжна Марья в «Войне и мире». Но это уже другая и гораздо более сложная материя, ибо там идея жертвы осложняется трудными размышлениями о ее пределах, о той границе, за которым человек теряет себя, свою неповторимую личность, и также о том, почему не всякая жертва нужна и допустима. Думается, что Толстой не случайно делает княжну Марью человеком глубоко религиозным. Именно ее чистая вера помогает ей пройти через все испытания, сохранить любовь к отцу, мучившего ее своей тиранической, капризной любовью, и в конечном итоге обрести семейное счастье. Толстой часто сталкивает два подхода к самопожертвованию – головной, рациональный и сердечный, органический. Особенно это видно в «Воскресении», где Нехлюдов считает себя обязанным жениться на погубленной им когда-то Катюше Масловой. Он не любит Катюшу, но предлагает ей женитьбу и чувство долга и не без внутреннего любования своим подвигам самопожертвования. Самоотвержение Катюши совсем иной природы. Она по-настоящему любит Нехлюдова и поэтому отказывается от его предложения. Мы видим, что от детства отрочества, юности тянутся нити ко всему последующему творчеству Толстого. И об этом можно было бы много говорить. Но выделим еще один аспект, над которым заставляет задуматься читатели эта ранняя книга. Проблема самоанализа, постоянного наблюдения над своим внутренним миром, над движениями собственной души. Страницы этой автопсихологической трилогии пронизаны авторефлексией, которая была столь свойственна самому Толстому от юности до старости. Книга показывает, что без самоанализа невозможно самопознание и, следовательно, духовное самосовершенствование. Однако детство, утречество, юность открывает нам и другой поворот этой проблемы, в большей мере остающейся в подтексте произведения, но все же ясно ощутимой. Рефлексия должна иметь пределы. Становлясь самоцелью и не связанная с покаянием, она лишает человека той органической христианской веры, естественного поведения и мироощущения, которые присущи простецам. Увлечение анализом может парализовать лучшие чувства души. И еще, перефразируя евангельские слова, человек не может творить ничисоже без любви источником, источник которого, который есть Бог. завершая, подчеркнем, что свежая, молодая книга Льва Николаевича Толстого, посвященная первой поре человеческой жизни и адресованная в первую очередь юным существам, то есть нашим ученикам, и через полторы сотни лет дает бесценные уроки тем, кто учится и преподает в школе. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.